Здравствуйте! Это новости на телеканале СКАД. В студии Катерина Клантаевская. Смотрите в нашей программе. Для организма это совершенно безвредно. Уходит водная часть крови. Критически мало. В Самаре нужны доноры сразу нескольких групп крови. Крепостное состояние сушало душу народа. Свобода, равенство и братство. В день своего рождения Самарская губерния вспомнила о событии, которое изменило ход российской истории. Зарвавшихся, зажравшихся чиновников и лично я. Бомбили, бомбили крепко. Верить ли слову написанному и сказанному, выясняли в день российской печати корреспонденты СТВ. Ряд маршрутов самарских троллейбусов изменится в связи с началом работ по строительству тоннеля на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. По плану работы продлятся с 14 января по 14 апреля. Изменения коснутся маршрутов номер 4, 4К, 8, 12 и 19. Более подробная информация размещена на сайте администрации городского округа Самара. С 14 января муниципальный автобусный маршрут номер 47 также будет осуществлять движение по новой схеме. А вот коммерческие автоперевозчики 47 маршрута не изменят. Автобусные маршруты номер 1, 1К, 4, 45, 56, 67, 203, 206 и 261 останутся без изменений. Запас крови в Самарской станции переливания достиг критического минимума. Об этом сообщают сразу несколько источников в интернете. В частности, информация появилась в официальном сообществе Тольяттинской службы крови в социальной сети. Действительно ли у жителей региона есть повод для беспокойства и как решается сложившаяся ситуация, выясняла Анастасия Шамшурина. В базе Самарской области числятся 40 тысяч доноров. 10 тысяч из них активные. За один день на станцию переливания крови приходит в среднем 100 человек. Последние два года в губернии действует донорский светофор. Зеленый цвет означает запаса достаточно, желтый – недостаточно, а красный – критически мало. То есть востребована та группа крови, которая обозначена красным цветом. Вот это вот так называемый красный цвет, то есть когда критически мало, это просто для обозначения, доноры с какой группой крови должны в первую очередь приходить. На сегодняшний день, и это не только у нас, это в целом по стране, сложилась ситуация, что вот этого избыточного количества приходов доноров, которые, ну что называется, приходят и просто сдают, вот это на сегодняшний день для системы здравоохранения не нужно. Нужно столько, сколько нужно. Учитывать необходимые сроки хранения материала. Эритроциты используют в течение 30-40 дней, плазму – в течение полугода, а тромбоциты – всего 5 дней. Чтобы не возникло неожиданных неприятностей в новогодние каникулы, в центре заготовили 42 дозы тромбоконцентрата. Но не обошлось без сюрпризов. В празднике некоторым сотрудникам Самарской станции переливания крови пришлось все-таки выйти на работу. В пациентке одной из самарских больниц срочно потребовались эритроциты, поэтому в центре оперативно стали искать кандидатов. Такого рода ситуации возникают не первый раз. Летом прошлого года иссяк весь запас второй группы крови. А связано это было с тем, что сразу нескольким больницам понадобилась кровь именно этой группы. На данный момент необходимо пополнить запасы первой, второй и четвертой группы с положительным резус-фактором, а также второй и третий с отрицательным. О том, что необходимо сдать кровь, доноров оповещают через СМС или по телефону. Многие уже видели сообщения в интернете и решили исправить ситуацию. Полезное дело и для себя, и для здоровья, и для крови тоже полезно, и для людей. Увидел рекламу по телевизору, один раз дал и затянуло. Мне кажется, это доброе дело, что нужно сдавать кровь, потому что это очень важно. Кровь понадобится может любому человеку. Очень много ситуаций бывает в жизни, когда нужна кровь на самом деле. Это аварии, болезни, даже кровь из плазмы делают лекарства те же самые. Для организма это совершенно безвредно. Уходит водная часть крови, плазма желтенькая, пожалуйста, посмотрите. А эритроциты вот эти возвращаются назад донору. Сдавать плазму можно раз в две недели, кровь раз в два месяца. А эритроциты, тромбоциты и лейкоциты один раз в месяц. Донорам положен обед после сдачи крови. Но большинство выбирает компенсацию – порядка 500 рублей. Жители двухэтажки по улице Ставропольской 187 не могут согреться в собственных квартирах. В большинстве помещений температура воздуха не дотягивает даже до необходимого по закону минимума. Система отопления в доме, как положено, не работает. И устранить неполадки коммунальщики не могут уже несколько лет. Илья Егоров подробнее. Улица Ставропольская, 187. Температура воздуха в комнатах квартиры Натальи в морозную погоду колеблется от 10 до 15 градусов. Не помогают ни новые стыки отопления, ни новые батареи. Наталья рассказывает, подобная картина в большинстве жилых помещений дома. В подъездах и вовсе холодильник. Это при том, что люди за свой счет поменяли не только систему отопления в квартирах, но и частично на чердаке. Согреться дома все равно не получается. В зимнее время мы снимаем квартиру. Как бы вот последние 2-3 года. Потому что здесь находиться с ребенком нельзя. И нам приходится искать другое жилье. Мама остается как бы здесь, потому что квартиру бросить нельзя. Дополнительные траты, да? Да, вот у меня трое детей. И как бы мы с детьми уходим. Несколько отопительных сезонов подряд у жильцов продолжаются бесполезные переговоры с управляющими компаниями. Предыдущие решить проблему так и не удалось. Новое, наличие неисправностей признает. Кто только захочет и сможет ли их устранить, остается загадкой. Вы сказали, что на наш дом выделены 20 тысяч рублей. И будут либо латать крышу, либо будут делать нам отопление. Ну, как бы ничего конкретного. Это было число 10-го, наверное, 11-го в этом году. В январе, да. Илья Егоров, Николай Епифанов, СТВ. Сейчас прервемся. Вот о чем расскажем во второй части нашей программы. Верить ли слово написанному и сказанному, выясняли в день российской печати корреспонденты СТВ. Продолжаем выпуск. Свобода, равенство и братство. В день рождения Самарской губернии 13 января в столице региона вспоминали событие, которое изменило ход российской истории. Речь идет об отмене крепостного права. Историки и архивисты обнарудовали уникальные документы, в которых детально отображены подробности крестьянской реформы. Напомним, в феврале этого года Россия отметит 155 лет со дня освобождения своего народа от крепостничества. О свободе, как о созданной необходимости, расскажет Светлана Лескова. Это сладкое слово «свобода» в крепостнической России его в полный голос произнесли в 1861 году. История крепостного права и его отмены в деталях на выставке Самарского филиала российского госархива научной документации. Ее открытие приурочили ко дню рождения губернии. Уникальность в том, что эти документы сохранены. Вот несмотря на прогрессивный век нынешний, мы все-таки сейчас поняли, что без наличия таких документов на бумажном носителе мы не сможем вернуться в то прошлое, которое прожили наши предки. Отмена крепостничества – одно из ключевых событий в истории России. Александр II, автор знаменитого закона об освобождении крестьян, навеки обессмертит свое имя. Историки будут говорить о нем, как о величайшем реформаторе. Народ назовет его просто «царь-освободитель». В результате крестьянской реформы личную свободу получат более 20 миллионов человек. Эти документы – свидетельство славы, в то же время позор и времени, когда людьми порой просто расплачивались за долги. Вот купчий на продажу крепостных. А это – чиновничий циркуляр, где содержится описание жесточайшего обращения самарских помещиков с теми, кто был в полной от них зависимости. В Самарской губернии подготовкой реформы и ее проведением занимались многие, видны, общественные деятели. Среди них особняком стоит русский публицист и философ Юрий Самарин. Он говорил об освобождении задолго до принятия закона. А когда процесс пошел, разработал так называемые уставные грамоты. Каждую уставную грамоту проверяли. Потом делали замечания, отправляли, чтобы исправить эту уставную. Но в интересах крестьянства вот это вот очень важно. Он даже так говорил. Как это 23 миллиона людей совершенно бесправны? Их надо освободить. Отмена крепости дала не только желанную свободу. Бывшим крепостным пришлось учиться жить и хозяйствовать по-новому. И свободой многие люди, привыкшие к вековой рабской покорности, сумели воспользоваться грамотно. Знаменитые самарские купеческие роды, такие как Шахабалов или Курлины, вышли именно из бывших крепостных. Историки отмечают еще один большой плюс крестьянской реформы. Отмена крепостничества позволила государству избежать страшной напасти. Это была необходимость, железная необходимость. Почему? Потому что и общество уже находилось в таком состоянии, когда и крестьяне выступали против помещиков. И помещики находились в таком состоянии, когда они ждали грозы. Грозы Пулачевского восстания. В результате, во время принятого закона, вся народная сила проявила с ним разрушение в созидании, чего стоило только одно размежевание земель в огромной России. Особняком на выставке представлены документы, и читать их особенно приятно, отпускные от крепостной зависимости. 155 лет назад эти бумаги стали для кого-то путевкой в новую жизнь, без рабского страха. Светлана Лискова, Владимир Церентьев, СТВ. 13 января день российской печати. Этот праздник отмечают не только сотрудники газет и журналов, но и всех средств массовой информации. Верить сказанному с экрана или прочитанному в газете слову, каждый решает для себя сам. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, как они оценивают труд наш и наших коллег. А также узнали мнение патриарха отечественной прессы. Самарцев на Микине не проведешь. Такой вывод можно сделать после того, как корреспонденты СТВ опросили на улицах Самары людей разных возрастов. Можно ли верить средствам массовой информации? Слушают, смотрят, читают, но верят своему внутреннему убеждению. Если пишут, что рубль снижается и он реально снижается, то почему в это не поверить? А если нам говорят, что инфляции нет, а в это время рубль снижается, то как в это можно поверить? Смотря какие события они освещают и как. Вот пример. Ну сейчас очень сложно так мне сразу сказать. Надеюсь, что они правдивы. Молодежь такое читать, наверное, не будет. Ну и, собственно, правильно сделает. 50 на 50. А почему? Врут часто. Говорили, что закончат кольцо наше на Луначарской в этом году. Не закончили. Критики много, но это мнение тех, кто оценивает нашу работу. Значит, журналистам надо что-то менять. За советом и опытом мы обратились к патриарху самарской прессы Валерию Степановичу Штепу. В журналистику он пришел с военной службы. Подполковник в отставке. Боевой офицер-десантник. Воевал в Афганистане. После увольнения из армии пришел в одно из ведущих самарских изданий. В советские годы, говорит он, к прессе доверия было гораздо больше. Потому что была критика. В том числе и власти. А жанр фильетона, само это слово уже сегодня подзабыто. Тогда часто был гвоздем номера. Это была критика неоголтелая. Если честно, не слишком вверх. Не слишком. Но взорвавшихся, взорвавшихся, зажравшихся чиновников. И лично я. Бомбили. Бомбили крепко. И было одно у нас преимущество. Вот цензура в это не вмешивалась. Письмо читателя в газету было порой реальным способом решения проблемы. И власть реагировала на критику. Руководители предприятий, государственных и партийных органов отвечали на запросы и обращения прессы точно и в срок. И принимали меры. Если он не отвечает, вышестоящий товарищ ответит за него. И будет ему по шапке. Так что он сам отвечал, пытался что-то, извинялся. И говорил, что он исправится. Это было. Есть многое из того, что нужно взять из прошлого и властям, и нам, журналистам. Тогда и мнение самарцев, спрошенных на улицах, будет более благосклонным. Мы уже стараемся. О чем говорит в своем пожелании председатель Самарской областной организации журналистов. Быть более смелыми, может быть, да. Более активно рассказывать о том, что происходит вокруг. Хотя, мне кажется, наши самарские журналисты стараются это делать действительно достойно. Максим Остриков, Эдуард Растигаев, СТВ Полуторавековая машинка по производству карамели. В Самарском музее Модерна открылась уникальная выставка, так называемого одного экспоната. Ежемесячно представленные образцы будут меняться. Горожане смогут увидеть действительно штучные вещи. Каждому экспонату не меньше 100 лет. Например, представлена машинка по производству карамели была собрана в Германии на рубеже 19 и 20 веков. Экспонат – это машинка для Монпассе, для изготовления. И вы сможете посмотреть на эту машинку до 13 февраля, когда уже будет новый экспонат. И так будет продолжаться весь год. Этот праздник в России отмечают уже почти 100 лет. Он старше многих других. Старый Новый год. Дополнительное зимнее торжество появилось в результате изменения лет исчисления. Тогда празднование Нового года перенесли на две недели вперед. Но традиции отмечать по старому календарю народу осталось. Как сегодня относятся к празднику и в каких странах существуют подобные традиции – в нашем следующем сюжете. Если кто-то вдруг забыл, напоминаем. Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января. И это не всемирное торжество. Многим иностранцам довольно сложно понять его суть. Впрочем, как показывает опрос, современная молодежь тоже имеет смутное представление, о чем идет речь. Провожаем старый Новый год. То, что он был, он ушел, его надо проводить. Сказать ему до свидания, также встретить. Но у нас такого нет в семье. Я сегодня буквально задалась этим вопросом, потому что не знала вообще, что обозначает этот праздник. Оказывается, этот праздник по старому стилю, как и Новый год. Поэтому сегодня мы отмечаем Новый год. Традиция отмечать старый Новый год появилась в 1918 году. И долгое время в нашей стране этот праздник был одним из самых любимых. Конечно, не красный день календаря, и все-таки это была прекрасная возможность допраздновать Новый год. Любили его за то, что он более спокойный, ему не свойственна суета, который является неизбежным спутником Нового года. Но как только в нашей стране появились двухнедельные зимние каникулы, традиция отмечать торжество изменилась. Посидим, чаю попьем, потому что уже столько праздников на Новый год, столько не выдержим. Скорее всего в семейном кругу. Тихом, уютном семейном кругу. Ну, скорее всего, да. Ужин. Чисто ужин. Вообще нет, не планировал, потому что живут здесь. Для многих православных верующих Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отметить начало Нового года они могут лишь после окончания рождественского поста. К слову, вместе с ними накрывать праздничные столы 13 января будут жители Греции, Македонии и Швейцарии. Они вновь пожелают друг другу удачи в Новом году и поднимут бокалы за уходящий. Катерина Клонтаевская, Владимир Терентьев, СТВ. О наиболее заметных спортивных событиях в жизни региона в обзоре Александра Семенова. В Эмиратах Крылья Советов проведут 4 матча. Сейчас команда находится на учебно-тренировочном сборе, сообщает пресс-служба клуба. В первой части соперником самарцев станет китайский клуб Хинан Дзиние, который завершил сезон на пятом месте в своем чемпионате. Эта игра состоится 22 января. Определились соперники Крыльев и по второму сбору. 1 февраля самарцы сыграют с норвежским Мольде, завершившим регулярное первенство на втором месте. 5 февраля Крылья Советов встретятся с бронзовым призером чемпионата Узбекистана – футбольным клубом НАСАВ. Последнюю свою контрольную игру на сборах в Эмиратах Крылья Советов проведут 8 февраля против чемпиона Узбекистана – Пахтакора. ЦСКА ВВС сыграет с хоккейным клубом Ордовия. Матчи пройдут на самарском льду, встретятся команды 19 и 20 января. Сейчас соперник военных летчиков вплотную приблизился к лидеру первенства. В активе 72 игровых очка. Дела у самарцев идут хуже. Наши парни замыкают пятерку сильнейших клубов чемпионата. Свою копилку ЦСКА ВВС набрал 47 баллов за результативность. Непростая встреча предстоит и баскетбольному клубу Самара. К нам в город пожалует команда Рязани. Соперники – соседи по турнирной таблице чемпионата. Болжане на третьей строчке с 21 набранным очком. Немногим меньше у рязанцев 20 баллов и только пятое место это связано с большой плотностью в верхней части таблицы. Так что игра предстоит действительно непростая. Отмечу, что Самара горит желанием реабилитироваться в глазах своих болельщиков за обидное поражение от подмосковных химок. При этом подопечные Сергея Зазулина понимают, что предстоящий матч также не станет легкой прогулкой для них. Ведь в Самару приезжает весьма опасный и серьезный клуб первенства. У меня на этом все. Далее прогноз погоды и программа «Абзац». В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского – gslimansky.ru. Читайте наши новости Перми в социальных сетях в группах «СКАТ» и «СТВ Самара». И заходите на сайт телерадио компании «СКАТ». Я же с вами прощаю. Всего хорошего. Спасибо, что были с нами. Перми в социальных сетях в группах «СКАТ» и «СКАТ».